Реа-Новости. Подкасты. Правда. Тело. Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. Правда. Тело. Здравствуйте. Это подкаст «Правда. Тело», где мы стараемся максимально честно говорить о том, а что же такое норма для наших тел, почему лишний вес стал вызовом для человечества, когда при каких обстоятельствах нужно худеть, а когда этого делать декорически не надо. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и со мной Наталья Лосева ведёт эту программу. Наташа, здравствуй. Привет. Мы сегодня будем говорить о том, чего я никогда в жизни своей не делала. Не делала. А я бы даже ещё более масштабную подводку сделал бы. Мы будем говорить про, мне кажется, самую парадоксальную тему. Мы будем говорить о голоде. Но подожди, не о голоде, как о явлении социальном, не о голоде, как о социально-экономическом. О голодании. Да, да. А теперь я эту дихотомию обозначу. Потому что, с одной стороны, когда встаёт вопрос о нормализации веса тела, что говорит тебе как бы обыватель себе или его ближайшие родственники, добрые друзья? Меньше жрать. Меньше. Да, вот перестань жрать, и ты похудеешь. С одной стороны. Майя Михайловна Плесецкая, между прочим, очень внятно это формулировала. Одри Хэбборд, Майя Плесецкая, множество таких людей. С другой стороны, подавляющее большинство экспертов, диетологов, эндокринологов, тренеров, когда они продают свои услуги, они говорят, нет-нет-нет, вы будете снижать вес, не голодая. Голодание разрушает ваш организм. Голодание разрушает вашу нервную систему. Голодание разрушает ваш мозг. Вы теряете мышцы, а не жир. И вообще голодать вы не будете. Слушай, пойдём к врачу уже. Пойдём к врачу. Да, и вот с нами сегодня эту тему будет обсуждать Александр Барвинский, врач-терапевт, специалист по разгрузочной диетической терапии. Это, как вот в мире компьютеров говорят, евангелист, да, вот такого осознанного медицинского голодания. А при этом марафонец и триатлет. Да, марафонец и триатлет, да. Друзья, девушки, поверьте, симпатичны, поджары, глаза блестят, вот прямо сам по себе образец. От голода, наверное. Наверное, от голода. Сейчас узнаем. Здрасте, Александр. Так, приветствую. Вот давайте сразу. Вот смотрите, когда мы говорим, ну мы сейчас отметаем голод как социально-экономическое явление, да, и возвращаемся в нашу узкую область. Вот когда мы говорим голодать в том смысле, что испытывать голод, да, то есть я не доел, я там не успел поесть, мне не хватает калорий, да, я голодаю в том смысле, что я испытываю голод. Это одна история. А вторая история – это входить во что, кстати, в голодовку или в голодание? Не, ни в то, ни в другое. Ни в то, ни в другое. То есть когда мы осознанно берём, я-то, слава богу, нет ещё, берём продолжительную паузу в еде вообще, это связанные между собой вещи или это вообще разные? Вообще разные. Голодание – это действительно очень широкий термин. То есть мы сейчас, если начнём обсуждать физиологию, мы обязательно должны уточнить, о чём конкретно мы будем говорить. Потому что рассуждение на тему голодание – это вредно или полезно, оно вообще не имеет никакого смысла. Вот этот вечный спор, на него не может быть ответа, потому что голодать и вредно, и полезно, и ужасно, и прекрасно. Голод – это слишком неуточнённый термин. В этом вопросе заложена, как это я всегда говорю, проблема значения слов, да, семантическая проблема. А надо уточнить, о каком голоде мы говорим. И голод разделяется не только на вот такие признаки, как там социальные явления или что-то. Голод может быть очень разным. Мы занимаемся, я, как врач-терапевт-специалист по разгрузочно-диетической терапии, я занимаюсь голоданием именно в рамках разгрузочно-диетической терапии. У него достаточно много параметров, чтобы оно было действительно полезно. Давайте мы главный параметр назовём разгрузочная терапия предполагает, что человек, пока он находится в её рамках, вообще не ест ничего. Это называется абсолютное голодание. А, абсолютное голодание. Потому что есть и относительно. Любой недостаток витаминов, белков, калорий – это всё форма относительного голодания. Перед вами может сидеть человек нагло есть и говорить, а я вообще-то голодаю. И вполне возможно, что он говорит правду, потому что любая форма относительного голодания – это голодание. Это то, когда мы не добираем вот эту норму калорий необходимых и необходимых нам для жизни. Это относительное голодание. А давайте мы сегодня его отложим, относительное голодание. Мы должны сразу же отложить, и мы сразу же откладываем очень большое количество разных вопросов, вот там, где человек ест один раз в день, человек недоедает. И вот когда мы читаем какую-нибудь литературу, там, медицинскую литературу, и видим, что вот при гастрите, например, ни в коем случае нельзя голодать, да? При холецистите нельзя голодать, при панкреатите… Наоборот же, острый панкреатит лечится голодом. Не-не-не, мы сейчас говорим, очень часто можно увидеть, что рекомендация там – не голодать. Здесь зачастую имеется в виду голодание именно как образ жизни, когда человек хронически недоедает, ест там один раз в день, вот, при гастрите. То есть неправильное питание? Да, человек при заболеваниях желудочно-кишечного тракта не должен голодать, но это именно речь про относительное голодание. И парадокс в том, что, наоборот, разгрузочно-диетическая терапия, она может применяться и при гастрите, и при язвенной болезни, главное, чтобы они были вне обострения. Да, и есть очень большая разница. Вот тут уже сразу же начинаем мы утыкаться в значение слов. Вот, то есть мы проводим РДТ и совершенность разгрузочно-диетической терапии. Я буду периодически употреблять этот термин. Мы сейчас просто запомним, да, РДТ, разгрузочно-диетическая терапия. Хорошо, мы сегодня, друзья, говорим про абсолютное голодание. Абсолютно верно. Я ещё, знаешь, Лидюш, мне кажется, со школы, ещё со времён, знаешь, таких вот массовых, огромных бумажных изданий, когда это было трендово и модно, вдруг стало трендово и модно в 90-х годах, вот я много читала про всякие чистки. Оно стало в 80-х годах. И мне казалось, честно говоря, сектантством каким-то, просто каким-то сектантством. Вот давайте, вы нам дайте водные какие-то же абсолютное голодание, как медицинская практика. Вот никогда на странице какого-то ЗОЖ-издания какие-то люди, которые лечатся огурцами в огороде, написали про то, как они не едят по 4 дня. А как вы, как врач, специализирующийся на этом, как вы это детерминируете? Всё очень просто. Ещё в 60-е годы методика под названием разгрузочно-диетическая терапия или классическое голодание по Николаеву была утверждена Минздравом СССР. Ого. Вот. В 90-е годы, когда появилась уже Российская Федерация, это было уже переутверждено Минздравом Российской Федерации. Далее есть методики... То есть это уже классический метод лечения? Это классический метод. То есть в любой больнице, по идее, в Советском Союзе это шире применялось. Сейчас в больницах по ряду причин, понятных, вполне понятных, разгрузочно-диетическую терапию встретить можно, кстати. То есть иногда в историях болезни, если врач, который проводит лечение, у него есть временные какие-то возможности и настрой пациента, он может реально в обычной истории болезни, в больнице, если это будет к месту, назначить человеку курс разгрузочно-диетической терапии, то есть лечебное голодание. Это вполне официальная методика, её можно вполне официально применять. И мы работаем, например, наш медицинский центр работает по методике, основанной на классической разгрузочно-диетической терапии. У нас тоже РДТ, но она адаптирована под санаторно-курортное учреждение, и это вполне официально. То есть на каждого пациента ведётся история болезни, где пишется, что человеку назначен курс РДТ таким-то сроком. Вот и всё. Зачем и кому это нужно? Спектр показаний, конечно же, очень широкий. То есть на разгрузочно-диетическую терапию можно применять как метод похудения, вполне успешно. Он, может, не всем подходит, но большинству подходит. Разгрузочно-диетическую терапию используют как метод лечения достаточно широкого спектра заболеваний. Большая здесь находка людям... Ну вот, например, что-то неожиданное. Скажите, какое заболевание, которое мы никогда, как обыватели, не свяжем с ЖКТ? А его лечат голодом. Прям... Нервные болезни лечат? Нервные болезни? Эпилепсия. Разгрузочно-диетическая терапия начиналась с психиатрии. Да ладно? Как наука начиналась с шизофрении, там, маниакально-аффективных состояний, да, и применялась в психиатрии. Профессор Николаев, который является основоположником РДТ, это врач-наученно-исследовательского института психиатрии. И как наука голодание вылезло именно из НИИ-психиатрии. Вот, это дальше уже подключился НИИ-пульмонологии под руководством профессора Коксова. Там уже изучали там... Пульмонологии, то есть легочные болезни. Бронхиальная астма, в первую очередь, бронхиальная астма. Тоже голодание. Вот сейчас период цветения, сейчас у людей с бронхиальной астмой начнутся обострения, у нас в каждом заезде будет там человек по пять, по четыре. Ты слышал это? Ну, я читал книгу про РДТ, поэтому, в общем-то, да, я знаю об этом. Вот, и с помощью РДТ можно добиваться достаточно хороших, качественных ремиссий. То есть можно там на полгода или на год не применять классическую схему. А как это работает? Как это работает с точки зрения лечения психиатрических заболеваний или бронхиальная астма? Смотрите, с точки зрения физиологии, голодание – это вообще очень многогранный процесс. В каждом органе, в каждой клетке тела запускаются механизмы адаптации голоду. То есть наше тело начинает адаптироваться к голоду. Знаете, есть такой термин гармезис, прекрасный термин, да, лечения стрессами, да, определенными воздействиями разных стрессов. Спорт, закаливание – это все тоже вот методики, которые основаны на том, что наше тело начинает к чему-то адаптироваться. И, в принципе, при правильном подходе мы можем получать от этого пользу. И вот у голодания здесь есть преимущество. Дело в том, что механизмов голодания в нашем теле очень много, да. Мы предрасположены к голоду гораздо сильнее, чем к бегу, к закаливанию. То есть у нас механизмы эволюционно заложены, и в нас их очень много, просто целая гора этих механизмов. И они запускаются, да, и при правильном применении, при правильном соблюдении дозировок, вот еще одно слово, да, голодание у нас дозированное. Это очень важно, помимо того, что... Ну, иметь в виду не в плане еды, а в плане времени. В плане времени, да. То есть здесь дозировки измеряются в днях. Соответственно, при правильной дозировке вот этого стресса в виде голода, при исключении противопоказаний голоду, мы можем получать от него вот эти вот лечебные эффекты. Да, бронхиальная астма, заболевание связанное с центральной нервной системой. А просто такой наш городской офисный невроз, это может подкорректировать? Ну, конечно, потому что дело в том, что значительная часть наших пациентов это относительно здоровые люди, то есть они приезжают голодать не с целью похудания, не с целью лечения какого-то конкретного заболевания, а просто чтобы перезагрузиться, как-то повысить свою работоспособность, ну и как метод профилактики заболевания. А что, какие-то гормоны выбрасываются на фоне этого стресса? Гормоны в том числе. Первичная реакция, конечно же, она тривиальная, да, просто вырабатываются гормоны стресса, там адреналин, кортизол, человек в первые два дня находится в режиме, в состоянии пищевого возбуждения, да, в состоянии, когда нужно найти жертву, ее поймать, съесть, да, вот эти все колебания настроений и прочее. Да, это первая стадия голодания, это абсолютно нормальная реакция на голод. Другое дело, что когда у вас голод произошел, ну вот как-то вынужденно, вам не дали поесть, и все вокруг сразу же виноваты, кто-то на вас неправильно посмотрел, все это очень выражено, да, вот все эти гормональные... А тут вроде сам пошел. А тут уже добровольное принятие, да, добровольность, вот еще один параметр голода, да, добровольное принятие голодания уже приводит к тому, что все это гормональные, конечно, гормоны на нас действуют, но все уже гораздо мягче, да, человек может реагировать, и мы к этому привыкли, да, у нас каждое воскресенье заезжает там 20 человек, вот, и кто-нибудь там на следующий день что-нибудь вдруг обнаруживает, что все неправильно, а через день все оказывается нормально, да, но... Ну что, не скандалят или сбегают? Ну, нет, нет, ну сбегают, это экзотика, нет, конечно же, приезжают люди, которые там даже до конца не понимают, там, через пару часов спрашивают условно, а когда мы будем... Когда ужин. Ну, нет, ну это экзотика, это, конечно, ну бывает, что кто-то за компанию там затянет, а поехали с нами, вот, ну, конечно же, голодание, оно, ну, очень важный параметр – осознанность, то есть у голода, который мы применяем, у него есть все параметры нормальной медицинской методики, да, как я уже говорил, показания и противопоказания, дозировки, как у любого лекарства, есть алгоритмы, по которому надо его проводить, да, и эти алгоритмы и есть вот эта вот методика разгрузочно-диетической терапии, утверждённая Минздравом, но есть очень важная вещь, которая отличает от вот этого вот гипотетической таблетки, да, у которой тоже дозировки, схемы применения, это то, что голодание начинается в голове, да, человек должен принять вот эту идею, человек должен подойти к этому осознанно, добровольно, и вот так устроена природа, что при правильном, добровольном, осознанном подходе, при выполнении определённых алгоритмов, мы пускаем вот эти вот все механизмы внутри нашего тела нам на пользу, умеем это делать. Наташ, давай я попробую вот сейчас так немножко точки над «и» расставить, как я понимаю эту историю с РДТ, вот там, на основании того, что я за ней наблюдал. Правда тела. Правда тела. Правда тела. Я сейчас говорю общий подход, я там не отвечаю. Насколько я понимаю, апологеты РДТ говорят в основном о трёх как бы ступенях влияния всей этой истории на организм, да, когда человек полностью перестаёт есть. На первом уровне, как я понимаю, это обычное воздержание от там еды, там, один-три дня. У нас в целом запускаются такие эволюционные процессы, которые вводят вот наш организм в состояние управляемого стресса, то есть мы как бы отвлекаемся от всех текущих проблем, когда у нас не поступает еда, значит, с тем, чтобы как-то с этим смириться, да. Да, это такой первый общий профилактический эффект, но это, насколько я понимаю, прям в целом прям такой терапии ещё назвать нельзя. Вторая ступень, второй уровень – это когда из-за того, что в нас не поступает еда, начинается вот этот процесс кетоза. Да, верно. Который, с одной стороны, может сопровождаться какими-то неприятными ощущениями, эйфорией, с другой стороны, начинают интенсивно сжигаться жировые клетки. Но это то, что кето-диетчики на постоянной основе себя вводят как бы определённой пищей, здесь это провоцируется её полным отсутствием. И это второй этап, и это тоже как бы такая общетерапевтическая история. И это понятно, это логично достаточно. И, наконец, есть третья история, которая уже не профилактика, а лечение. Это вот как бы то, что я до конца не понимаю, когда говорят, что если воздержание от пищи происходит уже достаточно долго, от недели и там дальше до 20 дней, там 30, то какие-то метаморфозы начинаются на уровне вообще синтеза АТФ в клетках. И вот здесь начинаются разговоры про то, что клетки самоомолаживаются, есть даже замедление, распространение раковых клеток и так далее и тому подобное. Вот это, собственно, уже лечебный эффект РДД, но до которого доходят, как я понимаю, очень-очень немногие. Ну, это отчасти правильно и отчасти неправильно. Во-первых, у всех, конечно же, по-разному скорость перехода. Ну, я же говорю, это условное деление. От одной стадии к другой. И нельзя сказать, что вот если вы поголодаете 3 дня, у вас не будет вообще лечебного эффекта, а если вы поголодаете 20 дней, то он у вас будет. Конечно же, это не так. На самом деле тут напрямую зависит от целей, от заболеваний и от параметров человека. Но общая логика примерно такая, да? Первое – это просто мы вводим организм в стресс. Второе – это основная стадия кетоза. И уже третье – от заметного ощутимого голода начинаются вот какие-то процессы на уровне клеточного. Нет такого, что вот за 3 дня ничего не начинается, а там за 7 дней вот там начинается. На самом деле это не совсем верно. Но давайте так проще. Вот с точки зрения похудания и, как это вот модно, да, очищения организма, профилактики заболеваний, большинству людей подходят такие сроки 5-7-10, это профилактические сроки в основном, и похудательные сроки, да, вот для похудения, лечения ожирения. С точки зрения лечения заболеваний, как правило, да, действительно, это сроки для людей с нормальным весом от 7 дней, для людей с ожирением это зачастую от 14 дней, чтобы лечить заболевания какие-то там типа бронхиальные. То есть полное голодание более 14 дней? Да-да-да, ну для людей с ожирением это не является проблемой. Но всё, опять же, относительно. Бывают такие заболевания, опять же, если человек голодает впервые, то из 7-дневного срока он может дать очень хороший терапевтический эффект по целому ряду заболеваний. Давайте поговорим о том, как это происходит. То есть как человек входит в голодание, как оно происходит само по себе, там, пьёт ли он воду, там, не знаю, какие-то соки, на что вы обращаете внимание, если это происходит в клинике, и как он из голодания выходит. А потом уже поговорим, как это делать дома. Вот, значит, как технически происходит. Подготовка к голоданию – это опциональная вещь. По факту, ну, питание без жареного, жирного, то есть мы должны употреблять больше клетчатки, больше зелени и, грубо говоря, готовить наш желудочно-кишечный тракт к тому, что скоро он перестанет работать. А обычно подготовка к голоданию может занимать 2-3 дня. Это определённые диеты. Вот. Многие к нам приезжают, вообще никак не готовятся. Некоторые даже там специально устраивают последнюю трапезу. Зачастую в этом нет ничего критичного. В общем-то, вы можете реально в большинстве случаев просто вот в один день начать голодать. И там просто главную роль, основную, играют в первую очередь, конечно же, просто настрой. Настроиться психологически, принять голод. Принятие голода. У нас всегда заезд сопровождается и консультациями психотерапевта, который помогает и настроится на голод, вопросы пищевого поведения разбирает. Но главное даже это вот групповая такая вот поддержка, где все в один день заезжают, начинают голодать. Это важно, да, что вместе? Ну, зачастую, да, многим. Для многих это важно. Есть люди, конечно же, кому нужно наоборот отстраниться. Ну, такая возможность тоже всегда есть. Вот. И всегда читается основная такая вводная лекция, которая мотивирует, настраивает на голодание, в ходе которой рассказываются основные там нюансы по самочувствию. То есть все, люди прослушали лекцию, люди мотивированы. И, естественно, первый день, конечно же, мы проводим у нас в центре. Мы проводим все обследования, чтобы исключить противопоказания голода. Мы проводим там УЗИ, гинеколог принимает и так далее. И противопоказания к процедурам, да, потому что процедур во время голодания достаточно много. Давайте мы сейчас акцентируем, что где бы вы не голодали, дома, как-то амбулаторно, в любой, не знаю, в городской поликлинике или частной клинике, вот этап обследования, он необходим. Да, естественно, да. Нужно исключить противопоказания. Да, нужно понимать состояние здоровья. Противопоказания голодания – это достаточно серьёзные заболевания, как правило, люди о них знают, но это, естественно, нужно исключать. Нужно консультироваться, сдавать анализы, да, лабораторные показатели – тоже важную роль игры. Окей. Вот, ну и всё, и начинается голодание. Люди проходят очистительные процедуры, люди голодают какой-то срок намеченный, да, он может корректироваться по ходу дела, да, то есть если у человека потеряется мотивация, да, то это показания к выходу из голода, да, если человек потеряет настроение на голодание. Да, это прописано чёрным по белому в методических рекомендациях. То есть если у человека настрой на голодание исчезает, его невозможно восстановить, это показания к выходу. Тут тоже нету никакой трагедии, да. Наши, мы же играем в стресс, и наша задача – обеспечить, чтобы это был положительный, контролируемый стресс, да. И, в первую очередь, сам человек должен его контролировать. Уточню вот это вот то, что вот так обтекаемо упомянули очистительные процедуры. Насколько я понимаю, вот в классической советской системе это предполагало ежедневные клизмы чуть ли не там по несколько раз в день. Сейчас вроде бы какие-то более щадящие истории, но вот меня всегда это как-то настораживало. А вот на микрофлоре кишечника как это отразится, если вы там неделю... Это более щадящими, чем обычная клизма. Для микрофлоры? Да. Да, нет, с микрофлорой вашей ничего не будет. Естественно, клизма – это всего лишь заливание воды в толстую кишку и, естественно, выливание этой воды оттуда с помощью вашей передней брюшной стенки, моторики кишечника. Я объясню, да, смотрите, значит, это используется во время разгрузочной диетической терапии, абсолютно такая банальная процедура. Дело в том, что у нас за два дня моторика и секрет вообще желудочно-кишечный тракт отключаются. Это, кстати, причина, по которой можно лечить язвенную болезнь или гастрит вне обострения. У нас отключается желудочно-кишечный тракт, и там начинаются регенераторные вот такие процессы. То есть если мы будем каждый день под кроватью где-нибудь прятаться и есть корочку хлеба, то у вас не произойдёт вот такого полноценного отключения желудочно-кишечного тракта. А это нужно, да? Конечно, нужно. Ну, с точки зрения того, чтобы у вас голодание не провоцировало какие-то проблемы с желудком, и чтобы голодание давало лечебный эффект с точки зрения желудочно-кишечного тракта в наших интересах, чтобы это отключилось систему максимально. И природой так устроено, что за два дня у вас вот это механическое чувство голода, оно исчезает. Вот. И вы совершенно спокойны. Там уже голод может находиться только на уровне психики. Вы можете вспомнить, что еда – это классно, но не более того. В норме... Ну, а как же? Ну, глюкоза не поступает. Глюкоза – ерунда. У вас глюкоза синтезируется вашим телом, есть процессы глюконеогенеза. Ну, мы сейчас будем скакать. Глюкоза – это очень интересно, надо к этому вернуться. Но очистительные клизмы выполняются, потому что у нас кишечник продолжает нести свою выделительную функцию как орган выделения. У нас кожа, почки, кишечник, лёгкие органы выделения. Нам нужно их поддерживать, потому что как раз во время голодания в нашем теле за счёт массивного расщепления жиров будет наступать вот этот китоз, про который упомянули. И интоксикация, может быть. Китоз – это и есть. Ну, он фактически и приводит к таким симптомам интоксикации. У нас очень эффективно работают все органы выделения, снижая этот китоз. Сейчас ещё раз вот прям проговорю. Китоновые тела – это как вот машина сжигает бензин, образуется выхлопной газ, и машина его выводит. Когда мы начинаем сжигать много жиров, у нас образуется много китоновых тел. Вот то же самое. Это побочный продукт расщепления жиров. И наше тело его должно выводить, потому что когда он накапливается, мы чувствуем всю симптоматику. То есть вот что происходит? Вот сегодня у нас второй день голодания в санатории, но там ещё не началось. А вот послезавтра, завтра уже люди будут испытывать этот китоз. Он может приводить к слабости, сердцебиению, ломоте. Вот прям в мышцах такая ломота, подташнивание. Вот это всё симптомы китоза. И мы помогаем нашему телу с ним справляться. Наше тело и так это умеет, но мы ещё помогаем с помощью процедур. И одна из процедур – это клизма, которая позволяет кишечнику поддерживать функцию. Нет пищевого комка. У вас продукты метаболизма, которые выделяются в просвет. Надо как-то выводить. Да, кишечник. Мы просто их с помощью клизмы оттуда убираем. Также проводится гидроколонотерапия. Один или два раза за курс, если нет показаний, сделать это чаще. Это процедуры, которые напрямую показаны в ходе разгрузочной диетической терапии. А сколько воды-то нужно пить в то время? В течение дня вы пьёте больше двух литров в день. Вообще самое универсальное правило – это во время голодания иметь всегда прозрачную бутылку с водой под рукой. Но, возвращаясь к микрофлоре, значит, микрофлору вы не повредите клизмой никогда, если вы в неё не добавите, конечно, каких-нибудь средств или чего-нибудь какого-нибудь подобного безумия. Вот. Это естественно, да, вода у вас залилась в кишечник, да, и естественным образом оттуда вышла. Бактерии невозможно вот так смыть водой. Да, ну, поместите руки в воду, да, сделайте с них посев там через какое-то время. Ну, все бактерии там останутся, естественно, а руки – это они у нас ещё снаружи, да. А кишечник, он мало того, что внутри, так ещё и там гораздо больше складов. Куча складочек, да. Да. Конечно же, все бактерии там остаются. Голодание – это методика, которой мы лечим, заболевание желудочно-кишечного тракта, заболевание иммунитета. Да, это не может идти в разрез с состоянием микрофлоры. Естественно, если у человека есть изначально проблемы с микрофлорой, ну, там, да, используются пробиотики. Вот. Но само голодание в совокупности с клизмами, конечно же, повреждений вашей бактериальной флоре не наносит. Наташ, там есть ещё интересный момент, вот что, ну, как бы отличает РДТ от тюремного голодания, да, это то, что в РДТ, ну, насколько я знаю, вот в этой классической советской истории предполагается, что человек не только ничего не ест, но он ещё и каждый день двигается. Да. То есть в одной из книг, которые я читал, там рекомендуется минимум проходить. То есть не лежать, да? Внимание! Ни в коем случае не лежать. Минимум проходить в день 20 километров. Ого! Человек не ест и фигачит по 20 километров в день. И есть силы на это? И вы прекрасно себя чувствуете. Запомните важнейшую вещь. Слабость во время голодания, она не из-за того, что нету калорий. Да? Вот у здорового человека при нормальном весе в жировом депо где-то 140 тысяч килокалорий содержится. Да? Все килокалории есть. У нас не было такого, чтобы пациент кто-нибудь ушёл гулять, ему не хватило калорий вернуться. Да? Слабость во время голодания, она по причине кетоза. И когда мы начинаем гулять, когда мы двигаемся, когда мы выполняем процедуры и так далее, у нас работают лёгкие. Да? У нас работают... Мы выдыхаем эти токсины. У нас работают кожа, да. И лёгкие, кстати, на себя очень многое берут. Да? Когда мы сидим, ничего не делаем, это 5% от общей выделительной функции. Но когда мы активные, лёгкие, реально эффективнее, чем кожа, кишечник и почки вместе взятые. Вот. Поэтому нужно обязательно гулять. Ну, конечно, 20 километров в день мы не заставляем никого гулять, но хотя бы 2 часа в день мы всегда призываем пациентов гулять. У нас много на себя берут реально процедуры разные, да, и сауны, там, и водолечение. Но прогулки никто не отменял. Они будут выводить качество голодания и самочувствие, ну, совершенно на иной уровень. Да? То есть качественное голодание – это с прогулками. Как вы выводите своих пациентов? Выход из голода – это принципиально важная вещь. Вот в отличие от подготовки голодания, выход из голода является частью разгрузочно-диетической терапии. Поэтому когда вы меня спрашиваете, а что у вас пациенты делают? Голодают, голодовку объявляют или как это назвать? Я говорю, нет, у них именно разгрузочно-диетическая терапия. Потому что проблема слова «голод» заключается в том, что он не может быть лечебным без выхода из голода. И разгрузочно-диетическая терапия – это терапия разгрузочным периодом, то есть голодом, и диетическим периодом, то есть выходом из голода, которые объединены одной вот этой единой терапией. И это очень важно осознавать. Вообще начинать вот эту методику нужно именно с термина. И человек, который идёт на семидневное голодание, на самом деле он идёт на 14-дневную РДТ. Потому что 7 дней голода, 7 дней выхода из голода. Сколько голодаем, столько выходим. Такие правила. И психологически нужно настраиваться на то, что работа над собой, это в общем-то форма работы над собой, будет продолжаться именно этот срок. 95% проблем выхода из голода, а у многих, кто голодает самостоятельно или как-то невнимательно слушает, бывают проблемы во время выхода из голода. И потом рассказывают, голодать было легко, голодать было терпимо, вообще голодать было замечательно, а выход из голода это просто какой-то ад. Расскажите, какие проблемы и как их избежать? Ну, основная проблема психологически, то, что человек не готов к выходу из голода. Человек видит финишную черту вот там, где последний день голодания. Там бутер с клобасой лежит у него. Ну и условно у него там всё, обычная жизнь. А выход из голода нет. Это выход из голода технический, физиологический, это на самом деле продолжение голодания, на фоне которого можно съесть ровно то, что вот написано на листочке. Например? Первый день семидневного выхода из голода начинается со ста миллилитров овсяного или льняного киселя. Ну, это по факту овсяная или льняная каша просто очень жидкая. И там вы каждый час или полтора часа по сто миллилитров принимаете. Потом добавляются соки разбавленные на 50% морковные, тыквенные, ну, такие соки. Но это семидневные. А, например, 14-дневный выход из голода начинается с одной ложки. С одной ложки овсяного или льняного киселя. Вот. И как бы если вы 14 дней отголодали, дотерпели до 14-го дня, и тут вдруг ложка киселя. Просто какой-то кошмар. Издевательство, да? Но если вы осознаёте, что у вас 28-дневная разгрузочная диетическая терапия, серьёзнейший срок, да, там можно реально очень серьёзные изменения, да, добиваться хорошего, очень серьёзного терапевтического эффекта. Если вы приняли идею, что у вас 28-дневная РДТ, и то, что у вас уже на 15-й день можно будет целую ложку вот этого овсяного или льняного киселя, всё на самом деле меняется. И это главная проблема выхода из голода, что к нему психологически изначально не готовы. Да, потому что это не питание, да, это подготовка к тому, чтобы желудочный кишечный тракт запустился, и мы перешли там восстановить. То есть что будет, если я съем, там, не знаю, картофельное пюре или большую тарелку манной каши? Вы ещё более-менее щадящие варианты назвали. Да нет, ну от неправильного выхода из голода можно помереть. Чё уж тут, да? Ну вообще, между прочим, легенда сообщает, что Будда, который всю свою жизнь практиковал воздержание от еды и продолжительный голод, умер, когда поел варёного мяса, значит, чтобы не расстроить там какого-то ученика. Ну, я вам хочу сказать, что у меня есть детская история от моего дедушки из истории войны, когда он рассказывал, что когда они выходили из окружения, и вот их старшина очень строгие, когда они вышли из окружения, там, подошли наши, да, уже с какой-то едой, и их старшина им запрещал под расстрелом, под угрозой расстрела. Он запрещал оголодавшим солдатам, вышедшим из окружения, есть. Ну, наедаться он, наверное, им запрещал. Что-то какие-то давал там буквально издевательские малые дозы, да, и чем едва ли не вызвал бунт. Ну, вот в итоге спасал, видимо, их дар. Да, достаточно большой процент состава мог бы получить острый панкреатит как минимум, да, и выбыть из строя там на пару недель. Вот давайте поговорим, как это происходит там в какой-нибудь клинике, в больнице, в госпитале. Я, ну, примерно теперь уже понимаю. Ну, сейчас в основном всё в рамках санаторно-курортного. А дома-то вот люди, если человек решил это делать дома? В первую очередь, дома, даже при правильном подходе, многим это, конечно же, очень тяжело может даться. То есть соблазны и так далее. Хотя есть значительная часть людей, которые способны голодать дома и как бы справляться психологически. Ну, что, попробовать день поголодать, например, два. Ой, день – это вообще замечательная история. Разгрузочный день на воде. Там и, в общем-то, и противопоказания очень сложно найти. Да, это, ну, там, при сахарном диабете первого типа. То есть, когда человек на инсулине, наверное, этим не нужно развлекаться. А так для большинства людей вот эта практика абсолютно точно доступна. Это не бессмысленно. Это не бессмысленно. Конечно, это не РДТ ещё, да, это разгрузочный день на воде. Но это хорошее знакомство с голоданием. Раз в неделю, пожалуйста. Как это сделать правильно? Просто вы просыпаетесь, и в течение дня просто пьёте водичку, и ничего не едите. Клизм ничего не обязательно делать. Даже выхода из голода. Ну, есть же хочется. Хочется есть. Что нужно? Ну, нет, ну, если вы мотивированы, если вы отвлекаетесь, а хороший вариант – это взять, пойти там вечером на массаж. То есть как-то… То есть занять голову. Занять голову, да, подарить телу какой-нибудь такой подарочек. Марш-бросок на 20 километров, например, тоже неплохо помогаешь. Один разгрузочный день – это не имеет такого вот большого значения. У вас кетоза не будет, но всё равно вы на утро проснётесь. Главное условие – это на следующее утро, на следующий день не наверстывать упущенное. То есть просто на следующий день нужно придерживаться правильного здорового питания. Даже мягкий выход. Ну, относительно мягкий. Ну, как просто правильное питание. Побольше зелени, не есть жирного, жареного, то есть не наедаться сладким, да, на следующий день. То есть этот разгрузочный день можно применять как средство, вот так сказать, искупление грехов на следующий день после какого-нибудь застолья. Многим это подходит. Но не наоборот. Не то, что сделали разгрузочный день, а на следующий день застолья. Нет, на следующий день принципиально важно правильно питаться. И два варианта исполнения этого разгрузочного дня. Либо вот проснулись и весь день всё на воде, то есть это 36 часов плюс получается с учётом сна. Либо с завтрака позавтрак. Тоже отличный вариант. Проснулись, позавтракали, и вот весь день на воде, на воде, на воде, вечером отвлеклись, сходили на массаж куда-нибудь там, раз, проснулись, позавтракали. Лет 24 часа. Что это даёт организму? Расскажите, что получает организм? Что у нас там запускается? Ну, вы получаете хорошую разгрузку, да, вы даёте отдых желудочно-кишечному тракту. На следующий день вы почувствуете такой эффект повышенной продуктивности и так далее. За счёт чего? Ну, за счёт того, что вы добьётесь определённого такого дефицита гликоген, ну, это как любая тренировка. То есть всё гормоны. На гормональном уровне ощущение будет. Ну, и на гормональном в том числе. Вот. Но главное, на самом деле, это даже будет работать с точки зрения похудания. То есть вы за этот день потеряете килограмм или полтора килограмма, на следующее утро вы проснёте, взвеситесь, полтора килограмма меньше. Но потом через день это всё вернётся. И вы скажете, ну, какое же тут похудание? Это был мой следующий вопрос. Да, но это, казалось бы, не работает. Но если вы за месяц выполните такие четыре разгрузочных дня, то просто если на калькуляторе посчитать количество килокалорий, которые вы употребили за месяц, снизится где-то на 8 тысяч килокалорий. Вот. А это уже считайте за месяц, если вот четыре таких разгрузочных дня за месяц, то это считайте фактически килограмм жировой массы. При условии, если вы будете питаться в пределах своей нормы калорий, сильно её не превышая. Ну, да, да, условно, да. Тут уже основной вопрос, какой у вас баланс калорий за этот месяц происходил. Но так или иначе, на 8 тысяч килокалорий в совокупности вы за месяц употребите меньше. Вот. Вот вы, важно, сделали пометку, вы сказали жировой ткани. А при длительном голодании мы теряем жировую ткань или мышечную? Да, естественно. Если мы голодаем при отсутствии противопоказаний, если у нас изначально жировая масса находится в пределах нормы или даже на нижних границах нормы, то наша мышечная масса находится в безопасности. Соотношение потерь белковых с жировыми, оно просто несопоставимо. Исключением является ситуация, если человек голодает с изначальным жёстким дефицитом жировой массы. Естественно, белковые потери будут гораздо более значительными. Откуда идёт миф про то, что если мы голодаем, у нас в первую очередь уходят мышцы? Ну, вообще, с эволюционной точки зрения, это абсолютный бред. Мы бы не дожили до наших дней, если бы, сталкиваясь с голоданием, мы бы теряли жизненно важную мышечную ткань. Мы напомним, да, что мышцы – это и сердце, и стенки желудка, это всё мышцы. Да, сердце-то вообще защищено. Есть исследования по потерям тканей от изначально нормальной массы при сверхдлительных летальных сроках голодания. Вот чтобы вы понимали, когда голодание летальное, жировая ткань расходуется на 99% от изначальной массы, это уже летальная ткань. Мышечная ткань где-то на 30-35%, а ткани сердечной мышцы и центральной нервной системы расходуются к летальным уже моментам где-то на 5%. То есть наш организм не будет это до самого последнего момента вообще затрагивать. Александр, извините, а вот я читал статьи, что когда, например, спасатели не успевали добраться к каким-нибудь альпинистам, да, и как бы они умирали, то при последующем анализе тела вот у людей, которые формально вроде бы умерли от голода, у них там продолжало там 15-18, там до 20% жировой массы сохраняться. И это что, это они от страха умирали? Ну что ж, тут есть замечательный пример, который вот прям полностью олицетворяет вот этот ваш вопрос. Статистика по мореплаванию в 18-19-20 веке практически не менялась. Если человека не спасают, да, попавшего в кораблекрушение за 7-10 дней, то спасать по статистике уже некого. В 50-е годы 20 века, наверное, вы знаете, да, это имя Ален Бамбар. Это французский врач, биолог, путешественник. В одиночку пересекает Атлантический океан на спасательной лодке образца 50-х годов, ну, надувной лодки, за 65 дней без запасов еды и воды. Мало того, что он не умирает, да, вопреки статистике. Даже без воды. Без запасов еды и воды. Мало того, что он не умирает, то он еще живет долгую жизнь и пишет книгу, которая посвящена этому эксперименту. Это эксперимент, то есть это невынужденная ситуация, это эксперимент. Книга называется «За бортом по своей воле». Основной вывод в этой книге звучит так. Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно. Я знаю, вас убило не море, вас убило не голод, вас убило не жажда воды. Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от чего? От страха. Страх как фактор, который превращает любой контролируемый стресс в неконтролируемый. Как я сказал, основное условие РДТ, которым мы занимаемся, да, это добровольность, принятие голода. Это очень важный параметр, который очень часто недопонимают там со стороны, да, это меняет всё. Естественно, если человек находится в режиме стресса, в режиме страха, да, страх смерти, это запускает совершенно другие физиологические процессы. Мы не говорим ни про какие там кетозы, кризы, лечебные эффекты, всё по-другому. И расщепление мышц, и там отрицательное влияние на мозг, да, и сумасшествие. Всё, что угодно, за неделю обеспечено, да, если это голод, вынужденно. И здесь фактор голод вносит свою лепту, но главную лепту вносит просто вот этот страх смерти. Я всё-таки, знаете, хотел заметить, что как бы, да, бомбар выжил, но всё-таки его путешествие ни разу не было нелечебное, естественно. Курсом раскрученной детической терапии, он там заработал себе нескольких хронических заболеваний, и я просто предостерегаю наших слушателей от того, чтобы они не пытались повторить его опыт. Я напоминаю, что в этом году, в феврале, в Москве было найдено тело 20-летней девушки. Вот в Москве писательца Аделина Шелдон, которая, по всей видимости, умерла в результате затяжного сухого голодания. Ну, сухое голодание – это отдельная как бы история, мы её сегодня не касаемся. Но мы не будем брать сегодня анорексию, сухое голодание, хотя это интересная тема, мы поговорим. Но это, в общем, всё равно как бы такие вещи, которыми можно заиграться. Голод – это как огонь, да, и он может сжечь, а может дать тепло, ну, при правильном применении. Давайте один из последних вопросов, потому что удивительно интересный сегодня у нас эпизод встречи, но всё равно надо, так сказать, не истязать наших слушателей длиннотами. Если человек прошёл лечебное голодание, длительное, дома, в клинике, не знаю, амбулаторную, как угодно, потерял какой-то, кстати, сколько, может, процентов за 2 недели, за 14 дней голодания? Ну, проще сказать, за неделю. Человек теряет где-то 10% от изначального веса. Дальше очень индивидуально. Заметно. То есть человек весил, допустим, 80 килограммов, вышел 72. 72. Хорошо. Когда и сколько, и почему из них вернутся килограммов? Из них, если это лишний вес, может не вернуться ничего. Основной вопрос в последующем – правильный выход из голода, который уже сам по себе не позволяет набрать вес. А дальше – баланс калорий. И главный эффект, который получают люди, цель которых – лечение ожирения или похудения от разгрузочной диетической терапии, на самом деле, это изменение пищевого поведения. Вот эти вот 10% веса, вот эта жировая ткань, которая уйдёт, это всего лишь должно остаться бонусом, который получит человек. Главный эффект, который можно достичь, а мы помним, что РДТ начиналась в психиатрии, да, это перезагрузка взаимоотношений с едой. И вот здесь выход из голода играет важнейшую роль, потому что является фактически таким аутопсихотерапией. То есть выход из голода, он очень аскетичный, он очень простой, это маленькие порции. И наш мозг, который прошёл вот этот курс голодания, он готов принимать новые правила игры. И из всех методов, из всех методов похудания, я не знаю ни один метод, который в такие короткие сроки относительно жизни, да, способен так влиять на пищевое поведение, как РДТ. Я думаю, таких методов не бывает. Пищевое поведение – то, что формируется в течение жизни, да, и потом вот в один момент мы понимаем, надо что-то менять. А менять не получается, потому что это просто уже выгравировано лазером у нас в голове, там, вот эти все правила. И голод – это очень мощная методика, которая способна двигать эту глыбу. А подсесть на это можно в плохом смысле? Может выработаться какая-то зависимость, там, нехорошая? То есть человек будет просто, ну, как-то не очень здорово ждать этого периода голодания, получить там без каких-то эмоций? Ну, можно, конечно, передозироваться голоданием, как любым лекарством можно передозироваться голоданием. Да, мы прям пациентов некоторых оттаскиваем, да, от голода. У нас вот буквально сейчас на прошлой неделе пациентка там тоже вот хотела, давайте еще раз там на 7 дней. Я ее прямо говорил, нет, у вас, значит, такие полноценные голодания, там, 7-10, большинству людей – это один-два раза в год максимум. Дальше уже, пожалуйста, трехдневные голодания, разгрузочные дни. Вот это вот, пожалуйста. И мы прям, да, их это самое, приходится убеждать, что не нужно так часто, да, нужно... Ничего слишком мы любим оговорить с Илюшей в нашем подкасте. Давайте, наверное, подводить какой-то итог. Ты хочешь поголодать? Скажи мне честно. Ну, ты знаешь, я присматриваюсь к этой истории уже как бы какое-то время. Я допускаю, что да, может быть, попробую. Я вот не знаю пока еще для себя. Ой, да вот приезжайте, вам понравится. Мне бы хотелось под конец вот все-таки обратить внимание на слова Александра про то, что разгрузочная диетическая терапия, с одной стороны, это часть культуры питания, и речь не идет о том, чтобы перестать есть вообще или в основном там не есть и так далее. Во-первых. А во-вторых, что и как в случае со спортом навык голода тренируется. Да, абсолютно. Ну, при этом мы с Наташей очень любим бег, но абсолютным безумием и самоубийством встать с дивана и попытаться пробежать полумарафон. Вы убьете себя, вы убьете свои суставы, вы убьете свое сердце. И как бы отрицательный эффект от этого может проявиться не сразу, но большая вероятность, что он проявится. И вот то же самое с голодом. Насколько я понимаю, все апологеты РДТ стоят на том, что нереальная ситуация, когда вы вот внезапно впадаете в истерику, решаете, что вы какой-то там, не знаю, индийский йог, который вот 40 дней не будет есть, или там как Христос в пустыне, вот, и что это для вас принесет какую-то пользу. Поэтому здесь нужно... Это вот действительно голод тренируется. Ну, здорово. Слушай, очень много мы узнали на самом деле и познавательного, и научного. У нас был Александр Барвинский, врач-терапевт, специалист по разгрузочной диетической терапии, а также, между прочим, марафонница и триатлет. То есть вот всем своим внешним видом он нам как бы демонстрирует пользу и правильность практики голодания. Спасибо вам большое. Спасибо. Да, это был Илья Переседов, Наталья Лосева, подкаст «Правда тела». Я призываю вас писать ваши истории, вопросы к нам на почту podcastsobakarean.ru или в директ инстаграма rea, нижнее подчеркивание, подкаст. Позовем самых лучших экспертов. Спасибо. Удачи. Правда тела. Правда тела. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями. Правда тела. Правда тела.